Всем привет! Новое видео! Быстрая распаковка Мегабук от Техно. Кто бы мог подумать, что Техно будет делать ноутбуки, все поставляется вот в такой штуке, это транспортировочная, а это уже непосредственно сама коробочка для упакованного, для спецно-товарного видео, то есть для продажи. Итак, открываем этот кемп-зон, то есть Мегабук можно выбрать в комплектации с установленной операционной системой и без. Если не хотите переплачивать, устанавливайте все сами. А переплачивать придется порядка 3-5 тысяч рублей. Это в сторону, это тоже в сторону. Техно, конечно, молодцы. Это у нас как открывается? Так-так-так-так. А-а-а! Ёшкин-матрёшкин! Парни! Тут все на наклейках, почти как Эппл, смотрите. О-па! А-а-а! Там легче шо. Так, здесь у нас бук, комплектация. Ничего нет, кроме вот такого. Кабиночка, туго кабиночка, булочка 65 Ватт. И вот такого вот Type-C проводочка. Ну, естественно, инструкция. Инструкция водога. Если вы вдруг не умеете пользоваться ноутбуком. Сам бук поставляется вот в таком пакетике. Все это новое. Сейчас мы его не сможем, точнее, сможем включить, но показать, как что работает. Пахнет все так немножко канцелярией Китаем. Я. Угу. Итак, все это в коробочке. Он полностью металлический, легкий. Напоминает, на самом деле, качественный брендированный вещь. О-о-о! Ты смотри! Здесь еще и стряпочка. Экран матовый. Это бизнес-вутробуд. Здесь есть карат. Сейчас попасть. Неплохого хода, среднего хода. Клавиатура. Естественно, здесь все классно сделано. 75 часов батарейка. Ган-зарядка 65 ватт. Здесь шторка. Она закрывается, да? Да. А ее можно закрыть. То есть, если вы вдруг что-то от кого-то хотите скрыть, закрыли шторочку и все. Ай-пятый процессор. Не помню, 90 с копейками там серия. И 16 гигабайта, соответственно, оперативной памяти. SSD на 512. Память распаянная в материнской плате. Дополнительно ничего не добавить. Ну, это классно. Ножка пролетененная. Здесь ножка. Продолжаем распаковочку. Открываем ноутбук. Он весь полностью у нас металлический. Это у нас алюминий. Тест на материнской плате почти проходит. Здесь у нас вот такая вот boot instruction. Первое включение. Только через зарядное устройство. Снимаем эту штуку. Здесь у нас, в принципе, неплохая, как я уже ранее говорил, клавиатура. Полноценные порты. Есть USB, HDMI, Type-C, Kensington. Еще один USB-C. С этой стороны еще два USB. MicroSD-карта. Микроформата. И наушники. Здесь у нас с камерой отпечаток пальцев. Давайте попробуем включить его. Как говорят нам умные люди, включение только через непосредственно... Первое включение только через подключенный USB-C кабель. Включаем. Здесь вот так вот все проводим. Хоп-хоп-хоп. Ага. Первое включение. Смотрим, Ubuntu установлено, по крайней мере, так написано на шертике. На этом, видите? Ubuntu. Первое включение. А у нас ничего не происходит. Первое включение, да? Давайте. Обязательно с зарядочкой. Ну, включайся. Оперейшим систем. Ставим паузу. Продолжаем. Ubuntu у нас здесь, Ubuntu. Пароль, он... Смотрите, друзья. Пароль указан, в общем, здесь. Если мы приблизим, здесь написано 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте попробуем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Компьютером, в принципе, уже можно пользоваться. Ну да. Ubuntu установлено. Все есть. Офигеть. Если хотите с винной, переплачиваем пару-тройку тысяч. Если хотите, Ubuntu. Она уже с Ubuntu. С драйверами, со всеми фигнями. Системный монитор. Тут у нас... Так, а системы здесь есть как-то? Ни разу, кстати, не пользовался. Так. Видеокалькулятор. Настройки. Разведем настройки. Wi-Fi-сеть. А системы. Вот ее. Полные характеристики. Ставим на паузу 16. Оф-оперативки. Опять 1035G. 512 гигабайт. 64 гигабайт. Ubuntu. Как-то так. Wi-Fi. Все дела. Можно подключиться. Без каких-либо проблем. Вот такие вот первые, скажем так, эмоции от приобретения данного девайса за 42 990. Все полезные ссылки будут в описании. Вам спасибо за просмотр. Вот такой вот металлический мегабук. Кто хочет себе компьютер за недорого в наших реалиях и с достаточно хорошими техническими характеристиками, обратите внимание на этот комп. Тест на мегабук проходит.